здравствуйте меня зовут стойко ольга александровна я врач кардиолог и сегодня я поговорю с вами о лечении артериальной гипертонии это когда давление стабильно выше 140 на 90 если вам будет что-то непонятно я рекомендую пересмотреть это видео дважды либо трижды и так приступим гипертонии страдают более 1 миллиарда человек в мире много это или мало как вы думаете конечно же много 90 процентов пациентов приходящих ко мне на прием имеют артериальную гипертонию то есть высокое артериальное давление при этом артериальная гипертония является основным фактором риска развития таких заболеваний как инфаркт миокарда и инсульт для начала давайте разберем с вами что такое артериальное давление артериальное давление это сила с которой кровь оказывает действие на кровеносные сосуды при сужении сосудов артериальное давление повышается при этом растет нагрузка на сердце почки глаза и головной мозг проще говоря при высоком давлении наши органы начинают страдать и постепенно изнашиваются и разрушаются да это происходит не за один-два дня это происходит за несколько лет но это приводит к печальным последствиям поэтому высокое артериальное давление обязательно необходимо лечить иначе как я уже сказала это может привести к печальным последствиям таким катастрофам сердечно-сосудистым как инфаркт и инсульт к снижению в итоге качество жизни человека вплоть до отстранения от работы например после перенесенного инфаркта либо инсульта такие случаи бывают на практике чем же лечат заболевания какие группы препаратов существуют в лечении артериальной гипертонии можно же можно ли эти группы комбинировать между собой сегодня я вам расскажу об этом и так на данный момент 2023 год у нас на дворе современная кардиология обладает широким спектром медикаментозного то есть таблетированного лечения артериальной гипертонии не будем забывать также и о немедикаментозном лечении до высокого давления подробнее об этих методах я расскажу вам в следующих видео и так медикаментозное лечение гипертонии включает в себя пять основных классов препаратов которые направлены на патогенез то есть механизм развития данного заболевания эти препараты работают на клеточном уровне это ингибиторы ангиотензин превращающего фермента антагонисты рецепторов ангиотензину 2 диуретики блокаторы кальциевых каналов и бета-адреноблокаторы дополнительной группой в лечении гипертонии когда вышеперечисленные препараты не помогают например при резистентной артериальной гипертонии служат кальсберегающие диуретики такие как спиринолоктон и эплеринон каждый у каждой группы препаратов ингибиторы АПФ ли это либо сортаны либо диуретики либо антагонисты кальция либо бета-блокаторы есть примерно от пяти до десяти основных лекарств отличающихся друг от друга по силе действия длительности действия способу выведения через почки печень или через почки и печень а также лекарства делятся на активное лекарство либо про лекарства например активное лекарство в классе ингибиторов АПФ это каптаприл или зенаприл а вот про лекарства это перендаприл энолаприл рамеприл данные препараты чтобы начать действовать должны пройти особый процесс в организме в печени метаполизироваться и превратиться из про лекарства в лекарство и так сегодня мы разберем группу ингибиторов АПФ ингибиторы АПФ являются препаратами первого ряда в лечении артериальной гипертонии что приводит к расслаблению и расширению сосудов и так ингибиторы АПФ обладают сосудорасширяющим действием это самый важный механизм но также эти да эти препараты обладают и органопротективным действием защитным действием а именно предотвращают ремоделирование сосудистой стенки ремоделирование то есть изменение структуры сосудистой стенки уменьшают и предупреждают ремоделирование сердца предупреждая тем самым развитие хронической сердечной недостаточности и инфаркта миокарда укрепляют сосуды головного мозга предупреждая тем самым развитие инсульта обладают нефропротективным действием то есть защищают почки при гипертонии сахарном диабете по длительности действия ингибиторы АПФ делятся на препараты короткого действия среднего действия и длительного действия в связи с этим могут использоваться в лечении гипертонического криза то есть резкого повышения артериального давления до 180 на 100 миллиметров ртутного столба например такой препарат как каптаприл является препаратом быстрого но короткого действия его продолжительность действия до 6 часов его используют в лечении гипертонического криза при этом его можно использовать конечно и на постоянной основе но при этом частота приема будет достаточно большой по одной таблетке до 4-6 раз в сутки это очень неудобно поэтому на постоянной основе данный препарат не назначается а вот на постоянной основе в лечении артериальной гипертонии назначаются такие лекарства как и налаприл который действует до 12 часов лизинаприл и рамеприл и перендаприл которые могут действовать более 12 часов давайте разберемся чем же можно комбинировать ингибиторы АПФ данный класс можно комбинировать практически со всеми другими классами антигипертензивных препаратов кроме сортанов можно комбинировать ингибиторы АПФ с диурой диуретиками с антагонистами кальция с бета-адреноблокаторами искали сберегающими диуретиками но ни в коем случае нельзя комбинировать с сортанами это грозит развитием гиперкалиемии и появлению различных аритмий в сердце что может привести к смерти применяются ингибиторы АПФ от одного до двух раз в сутки кратность приема зависит от выбранного препарата какой препарат назначит врач зависит от нескольких факторов от возраста человека от общего состояния здоровья состояния почек и почечных сосудов наличие в прошлом перенесенного инфаркта либо инсульта наличие сердечной недостаточности и так далее все очень индивидуально ну а также от финансовой возможности от наличия препарата в аптеках ингибиторы АПФ очень хорошо себя зарекомендовали при сочетании таких заболеваний как артериальная гипертония и мозговой инсульт например периндоприл артериальная гипертония и диабет артериальная гипертония и хронические хронические заболевания почек и АГ и ЭБС как и все работающие препараты конечно же конечно же ингибиторы АПФ обладают нежелательными эффектами например при приеме ингибиторов АПФ без разницы какого препарата периндоприла или зиноприла либо инолаприла может появиться сухое подкашливание примерно у одного из 60 либо 95 больных по последним исследованиям в редких случаях может возникнуть гипотония снижение давления менее 90 на 60 еще реже в связи с гипотонией головокружения бывает возникает гиперкалиемия это повышение уровня калия в крови при бесконтрольном приеме данного препарата а также ангионегротический отек что бывает очень редко давайте сейчас разберем кому нельзя принимать этот класс препаратов ингибиторы АПФ нельзя принимать беременным так как препараты обладают тратогенным действием нельзя принимать детям до 12 лет ингибиторы АПФ нельзя принимать при двустороннем сужении почечных артерий и при калии в крови более пяти с половиной миллиомоль на литр резюмируя и так ингибиторы АПФ одни из самых распространенных препаратов используемых для снижения артериального давления и в лечении сердечно-судистых заболеваний а также в профилактике сердечно-судистых катастроф таких как инфаркт инсульт в большинстве у большинства людей которые принимают ингибиторы АПФ нет никаких побочных эффектов напишите если вы вдруг принимаете были ли у вас когда-нибудь побочные эффекты на ингибиторы АПФ возможно кашель либо ангионегротический отек когда же побочные эффекты у человека все-таки развиваются обычно препарат либо корректируют дозу либо заменяют если нежелательные эффекты не проходят и доставляют человеку беспокойство то препарат заменяют на сортан а о сортанах я расскажу вам в следующем видео если у вас остались вопросы пожалуйста обязательно задавайте их в комментариях пишите под этим видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой телеграм-канал про здоровье будьте здоровы берегите себя пока пока